Все мои теплые слова, все мои самые-самые искренние пожелания ему, который стал олицетворением русской музыки, олицетворением русской культуры на Западе. И ему вот низкий плаклон и благодарность за то, что он все, что он делает для молодых солистов. Получилось, что когда Валерий Абисалович с Алексо Тарадзе давали концерты в Гамбурге, совершенно потрясающие, они играли Рахманинова. Это был конец света просто. И я их пригласила домой, конечно, и накрыла кавказский стол. И Валерий Абисалович тогда говорил, что ну пойми, ну это Россия, ну надо, вот это же наша страна, это наша родина. Давай, ну вот приезжай, вот сделаем вот пиковую даму, давай. Я сказала, да, 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 я приеду. И вот я тогда приехала в 92-м году. И потом он меня попросил спеть с Мариинским в Нью-Йорке, в Метрополит, они тоже пиковую даму. Я тоже с радостью согласилась. Для меня самое важное быть частью вот этого коллектива. Будет он в этом театре, будет он в другом здании, или в третьем, или вообще где-нибудь, мне абсолютно все равно. Главное, чтобы за пультом стоял Валерий Абисалович, чтобы были вот эти потрясающие коллеги, которых он выбирает для нас, выбирает для каждой постановки. И это будет потрясающе. Я видела только фотографии вот нового театра. Он очень современный. И я думаю, что такой театр – это как бы строительство так на 150 лет вперед. Но он очень так смотрится, вот как даже гораздо лучше Метрополитена, гораздо лучше Бастилия он смотрится. Гораздо современнее, как-то такой вот воздушный. Ну, конечно, я жду новых встреч с музыкой, с Валерием Абисаловичем. Я очень хочу вот что-нибудь новенькое спеть. И, конечно, вот этот вот день 4 мая, когда мне придется петь с Пласида в Набука, это мне очень, очень так воодушевляет. Потому что я с ним пела как с дирижером, я с ним пела как с тенором. Я была в театре у него, когда он был директор в Лос-Анджелесе. Очень много пела и в Вашингтоне. И он потрясающий человек. И очень многим я вот обязана вот его человечности. Потому что когда у меня были сложные проблемы, ну, и я просто жить не хотела. Он меня просто достал и сказал, ты знаешь, когда у меня мама умерла, я тоже лечился только на сцене. И вот он меня в такой момент вот просто вот так вот отловил. И вот какой-то заботой всем, без всяких репетиций, сказал, в любой момент, когда ты сможешь, а сейчас иди к океану, иди отдохни. Вот так вот. И я ему страшно благодарна. Он гениальный певец, гениальный дирижер. Но какой он человек, это вообще непередаваемо. Я думаю, что вообще Гергеев, Доминго, это какие-то два совершенно космических существа. Это космос музыки и космос вот в человеческих отношениях. Валерий Абисалович, Валерочка, родной, от всего сердца, от всего сердца поздравляю с днем рождения, счастья, здоровья. И вообще это как одному человеку пожелать нельзя. Вот как на полк, как на армию. Вот тебе столько здоровья и счастья и силы. Тебе, твоим детям, всем-всем, тем, кого ты любишь. Субтитры создавал DimaTorzok